всем привет сегодня у нас будет то снова на кросса с воодушевлением решил и все-таки ему поставить воодушевление прокачал и честно говоря очень рад потому что некрас просто тащит сейчас и волны и на защите себя очень хорошо показывает в локациях там где нужно фармить но герой очень универсальный получить получился так ну давайте сначала сборочку покажу 12 скилл 88 33 энергии в секунду набор поставили ему ангела у него идет восполнение каждых 2 секунды и также он получает когда шку раз в 5 секунд зачем ему поставил воодушевление чтобы его скилл так как он автопрокер его скилл будет работать раз там в 3 в 4 секунды сейчас я вам покажу это на рейдах но сначала покажу сборочку будет у нас в топоре стоять победный выпад по созвездиям у меня он на максимальное уклонение давайте покажу вам кто на меня нападал посмотрите просто как он стоит в защите что он делает так ну берем ускорялку вот он зашел своими героями смотрите он не контактируя с героями уже раз ударил снял бафы второй раз ударил снял бафы они к нему даже еще не подошли там а раз кидают молчанку но это как бы особо не спасает вот все он их просто разобрал связки с другими героями очень круто смотрится еще если получает баф от ворожая получает баф от хранителя очень хорошо бьет так хорошо давайте еще что тут у нас понятно кто-то пытался ронином пройти давайте тоже глянем вот ронин пошел раз ударил второй раз ударил как видите очень хорошо чистить юнитов что тоже очень немаловажно на защите на битве гильдии вот снес так хорошо давайте потестируем его в рейдах возможно попадется нам к это расстановка со стрелком посмотрим как воодушевление спасают от орнитоптеров вот смотрите каждый второй удар работает скилл так эта база неинтересно ищем базу со стрелком вот когда а этом был стрелок когда не надо стрелки есть так хорошо вот такая вот база будет сейчас пусть побольше вертолетиков будет посмотрим как они будут снимать энергию смогут ли они его заблочить своим разбросом поехали так раз ударил второй раз ударил как видите даже вертолетики ему не помеха потому что они в основном накрасом сбивают энергию и он соответственно уже не может бить а тут у нас он заряжен на полную так хорошо возможно найдем какого-то топа чтобы стрелок сбоку стоял давайте потестируем по рейтингу поищем кто у нас открыт так рину выражай ну тут есть со стороны попробуем так чтобы викфут к нам не подбежал вот стрелок выбежал смотрим раз вот 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 видите стрелок фактически не может своими вертолетиками просто с него снять энергию он намного чаще бьет поэтому этот талантик будет очень хорош против героев даже сразу не с разбросом с горкой очень неплохо будет помогать единственное конечно у него нету дефа но этот герой при отхиле выражая и прочих питомцев не нуждается там особо в дефе так давайте посмотрим его на волнах волну то запустим что он сможет сможет сделать вот он зарядился бах ударил героев нет самое главное чтобы атлан не успел включиться так есть один прошел мы сейчас возьмем ускорялку смотрим т2 волна т3 сейчас попадет на атланта сам себя убьет нет нормально выжил так волна т4 так план на атланта попал по ходу ну 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 не дай не дай не дай не успел просто не успел давайте еще попробуем конечно он один соло это не анубис воодушевлением либо не стрелок который будут тащить но как видите тоже неплохо справляется так т3 самое главное чтобы атланты не успевали включиться но опять опять у нас осталось одно здание сейчас его просто могут ушатать ну что успеют не не успели дойдем до т5 волны урона конечно не особо много но заряд 1 3 секунды ну вот видите они удачно конечно зашли но в паре с другими героями давайте попробуем еще раз волну поставим кого тут поставим вот такую вот афину он со своей стороны будет сносить она со своей плюс она дополнительно ему еще будет давать энергию так живи 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 хай утащили и ну т4 сейчас посмотрим так шапка сейчас шапка все разнесет опять 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 неудачно да опять подстава но давайте еще разок самому просто стало интересно благодаря такому накрасу я смог установить на сегодня мировой рекорд по прохождению волны джей и это еще не предел будем пробовать еще дальше бить свои рекорды достижения так есть т4 она жива вот сейчас должен быть удачный заходик жалко конечно что она не достается вы им так смотрим так хорош 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 на я я я я я я ну вот два дракона зависли думаю затащат без проблем афина справилась намного быстрее накраса она конечно у нее немерено есть волна т5 пройдено так где его можно использовать в пвп таких там режимах как атака фартов забыто я бы не советовал так как он ватный скажем так его надо использовать на угольной армии на волнах на защите на арене тоже можно давайте сейчас попробуем на арену зайдем поставим вот он на арене попробуем надеюсь они не по центру будут а вот они не по центру он добегает до половины зарядился ударил еще раз ударил как видите пока он добегает он два раза успевает ударить давайте еще раз попробуем в лоб смотрим сможет ли он выставить против них так молчанка ареса прошла вот он опять ударил ну урона урона хватает ему он видно его жизни пока он не проседает ну конечно это не топовые игроки но все же справляется неплохо своим заданию но хотелось бы больше урона ну не могут они его слить странно как-то выражая есть хранитель есть анубис дрейк стрелок раз странно давайте еще кого-то поищем нормально как раз попали так тут ты кавка у нас будет но эти смогли унести и ушатали как видите очень быстро даже так хорошо где его еще можно использовать можно его использовать на адском саммите сейчас мы пойдем на первый саммит я конечно не буду расставлять полностью всю команду тут вот у меня команда стоит давайте ты кавку посмотрим состав так есть есть вот герои с воодушевлением стоят попробуем не будем заморачиваться попробуем именно таким составом сейчас давайте еще стрелковых наставим так есть создать старт сейчас увидите как работают он будет работать вместе с такими героями 4 героя с воодушевлением по люстре локит эква разброса конечно маловато надо немножко было бы поменять героев и поставить когда сюда хотя бы вольта ну попробуем так затащить ну как видите просто мясо начинается тут сейчас они просто не успели да давайте еще разок покажу вам просто как работает воодушевление на нем не будем сейчас ускорялку включать вот он ударил по пачке а и тыковку слили как так слили непонятно вот как видите он так ну добили всех до что вообще нет не понимаю что делается унижают нас да надо было слоник оставить и прочих просто не успевают быстрее здание разносит ну давайте сейчас их соберем так где наша тыква поставим и оживление артефакт вместо чикобу мы поставим так дальше у нас финна собрана во рожай слона ему поставим так на кросс собран и она без стрелок и она без стрелка мы поставим так но без вот такой у нас ставим его в крит так а тут кого мы поставим давайте они века вот так вот сделаем сейчас должно быть повеселей лучше конечно станище и башни ставить ну да ладно вот как видите уже это уже намного намного лучше мы выдерживаем урон так как это так стрелка ушатали все понятно давайте где-то здесь единственное убивают здание вот что неудобно вот 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 начали уже нормально нормально бить странно тыква вкус носит вот так хорошо замедлили еще разок как видите вот герои просто не успевают доходить если даже доходят так ну 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 разгон где разгон прибежали опять ну тут надо много разброса потому что я без разброса тут конечно сложновато будет но сейчас попробуем не мнение 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 не то ну как видите можно бегать только ни одному в одному очень сложно нужно бегать в команде в два человека можно свободно тащить так что еще по герою использовать можно в принципе во всех локациях в которых я вам уже рассказал в королевской битве использовать смысла нету на арене как бы так 50 на 50 на угольной армии очень хорошо себя показывает но основное такое герой признать предназначение именно такой прокачки это дав кто смотрел мои битве гильдий там две три четыре последних минусоводы сливаются и сливаются рукожопе топы благодаря такому таланту то есть если вы хотите там прокачать особо офигенную защиту то есть смысл все-таки на кроссу ставить воодушевление сам я не думал раньше что она ему подойдет но как оказалось очень хорошо помогает и больше там 10-15 человек с них проходит с них там половина почти сливы против сколько там 300 человек противников проходит 10-15 это вообще круто поэтому советую вкачать если у вас есть возможность вы об этом не пожалеете он вам поможет не только на пвп режимах но и на фарме локации которые вы не можете пройти все всем спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии ждите следующих обзоров пока пока